приветствую всех на моем канале сегодня решил сделать обзор каяка point 65 martini gtx solo по моему так он называется обзор решил сделать спустя год использование данного каяка поэтому я думаю что он будет наиболее объективный исходя из того что сколько времени прошло в принципе удалось на нем проплыть где-то около 700 километров за год купил его в декабре прошлого года ну и теперь можно рассказать и о плюсах и о минусах данного каяка ну что касается плюсов тут они естественно очевидны в плане того что он является разборным и фактически помещается абсолютно в любое багажное отделение автомобиля ну естественно при сложенных задних сиденьях далее положительного из положительно могу отметить то что фактически на любой речке он абсолютно проходит любые места по крайней мере в беларуси любые завалы не боится никаких преград там камней швер сучьев вот использовал я его абсолютно не жалея я наверное сделаю вставочку видео в котором покажу использование данного каяка то есть я его таскал и по бетону принципе когда проходил шлюзы достаточно большое расстояние и 50 метров ну естественно очень много таскал его по гравейки по мхам по песку ну в принципе мне достаточно он понравился в плане того что особо царапин нету так чтобы все это было очевидно я тогда продемонстрирую дно как он выглядит после использования на 700 километрах и так вот так выглядит дно каяка после того как я его таскал и по бетонным и по деревьям не вижу смысла беречь лодку потому что она как раз таки предназначены для того чтобы использовать его во всех экстремальных походах вот соответственно лучше получить удовольствие от самого похода чем от сохранности лодки про плюсы данной лодки я уже рассказал больше их вы видите на канале на собственной шкуре в принципе именно александр с этого канала вызвал у меня желание приобрести данную лодку вот но теперь давайте больше о наверное минусов которые именно для меня являются минусами и соответственно вы будете принимать решение надо вам такая лодка не надо ну первый минус это то что конечно особо много груза в нее не положишь дня на четыре в принципе объема хватает для того чтобы засунуть все непосредственно в лодку чтобы она не торчала снаружи если на какое-то большее расстояние то конечно необходимо сверху сюда ложить герму ну и соответственно даже можно идти и в принципе на неделю можно и больше далее самое что неудобное в этой лодке для меня первое когда я приобрел вот это сидение она была прикреплена ближе сюда к центру соответственно мне меня ноги до конца не помещались пришлось просверлить две дырки сзади и полностью убрать данное сидение к спинке далее немножко я поднял это сидение потому что оно было закреплено гораздо ниже но даже то что она сейчас закреплена чуть выше не обеспечивает некомфортное нахождение в этой лодке у меня болит в ней спина мне есть чем сравнивать потому что у меня есть трехместная байдарка там спинки пластмассовые в ней спина вообще абсолютно нет не устает в этой лодке постоянно ломит спину хватает буквально часа на три нормального комфортного грябанья а дальше уже спина капитально устает дальше нужен отдых разминать спину ну и так далее для меня это большой минус далее сидение вот что он из себя представляет фактически она не закреплено держится на этом штифте и он вынимается это штифт из паза сейчас я его выниму и вы посмотрите вот такое получается у нас сиденье единственный плюс что его можно просушить вот как сейчас я довольно длительном походе вот лодка вся мокрая вещи вся мокрая но сиденье можно достать и просушить но это единственный плюс вот но в то же время посмотрите она сидела на клее вот и понятно что мы продержаться и долго не может не знаю что будет с ним спустя еще один год посмотрим так посетение рассказал достаточно неудобно поехали дальше что касается сиденье еще тут присутствует груши с помощью которой накачивается спинка в принципе это немного помогает в длительных походах но не особо сильно как по мне так в принципе лишний девайс просто увеличивающий стоимость лодки на мой взгляд лучше сделать непосредственно пластмассовое сиденье чтобы оно было нормально зафиксировано вот и мне кажется для меня бы это было бы комфортнее по крайней мере исходя из того что у меня есть трехместная байдарка по с пластиковыми сиденьями там мне гораздо гораздо комфортнее далее что касается люков передний лючок он держится ну как он не сильно прилегает к лодке и он протекает если нос лодки ныряет это происходит очень редко но как я хожу в походы бывает что и да вот этот в этом люке вода далее этот люк надежен не протекает правильно его нужно устанавливать плотника в принципе достаточно герметичность его меня устраивает по моему мнению руль здесь фактически не нужен да можно управлять лодкой с помощью ножных упоров вот там они закупляются вот этот руль цепляется сюда на хвост хвост поворачивает но не знаю мне абсолютно на наших речках это не нужно лишняя деталь абсолютно далее руль постоянно выскакивает вот из этого пазика что также не фиксирует его надежащим образом если он не прикреплен тросиками то болтает туда-сюда соответственно это отрицательно сказывается на ходовых качествах лодки на мой взгляд поэтому я иногда даже делаю таким образом закрепляю руль для того чтобы его не колбасило в разные стороны вот таким вот образом вот при такой позиции руль стоит более-менее ровно вот таким вот образом его не колбасит туда-сюда то есть если где-то что-то зацепит то он возвращается в первичальное состояние это при условии что он не закреплен тросиками ножным упором далее что залазит в эту лодку в лодку у меня залазит спальник палатка четырехместный трамп лаэр 4 воды как правило я беру где-то 12 литров на 45 дней естественно еда газовые баллоны коврик в принципе наверное из такого большого больше ничего по эксплуатации лодки эксплуатируя нее достаточно часто по ходу у меня длятся от 3 до 4 нет в самом минимум два дня она так 45 иногда неделя ну такой бывает крайне редко почему приобретал именно такую лодку до этого у меня была машина без рейлингов установка рейлингов на нее не предполагалось поэтому решался вопрос о том чтобы взять лодку которая помещалась бы в багажник Nissan Qashqai у меня она помещалась на ура без проблем сейчас у меня другая машина с рейлингами без проблем один человек может ее поставить на рейлинге и соответственно перевести в любую точку без проблем она собирается разбирается если тяжело если берег крутой можно ее разобрать закинуть по частям на берег ну и соответственно также спуститься кому бы эту лодку я не рекомендовал так это высоким людям ну и даже в людям среднего роста более-менее на нормально наверно подойдет для людей у которых рост метр семьдесят у меня метр семьдесят пять мне зимой именно зимой в ней тесновато потому что обувь у меня берцы на высокой подошве вот соответственно чувствуется что бывает не хватает мне длины для ног чтобы их полностью распрямить ну а в остальном в принципе лодка наверное подойдет том числе и для ребенка лет три от 13 для взрослых наверное все-таки небольшого роста только по хранению лодки хранить ее можно даже на балконе в разобранном виде вместо много не занимают но я храню ее в гараже при этом вроде бы лодка не деформируется ну покупаем вещи не навечно так ведь соответственно особо жалеть не нужно специально убивать не нужно вот но и беречь эти девайсы необходимости такой не вижу так у кого какие вопросы пожалуйста скидывайте мне в комментарии отвечу до встречи на моем канале всех благ